Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись в сотню детей, и в прошлой серии мы с вами узнали о том, что Скарлетт беременна от плиззрака по имени Пол. И, возможно, сегодня мы с вами узнаем, кто же у них родится. Давайте проверим ваши экстрасенсорные способности. Напишите сейчас в комментариях, как вы думаете, кто родится у нашей Скарлетт. Девочка, мальчик, а может быть двойня, а может быть и тройня, вы же знаете, я использую моды. Поэтому у нас в этой семейке возможно все. И, кстати, у меня есть еще одна чудесная новость. В прошлой серии у Стивена и Лео появились подружки, и я очень надеюсь, что в сегодняшней серии они смогут с ними построить серьезные отношения, и у них все будет просто прекрасно. Ну чего ты такой кислый? Улыбнись, смотри. Ребята, опять эти бутерброды. Эти бутерброды преследуют меня еще с мира моими глазами. Давайте посмотрим, чем занимаются наши ребята. Кстати, нужно будет, наверное, стирку разобрать, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлой серии мы с вами загрузили одежду, и нужно ее наконец-то достать. Как у тебя делишки? Ты проверяешь, когда же Даша наконец-то достанет одежду? Сейчас мы с вами все достанем. Значит, что у нас происходит тут очки? Ты решила подарки позабирать, да? Это, кстати, одна из подружек наших ребят. Если я не ошибаюсь, ее зовут Нани. Кстати, она мне очень-очень нравится. Я решила выбрать ей вот такую прическу, и мне кажется, что она будет смотреться очень даже неплохо с Лео. Она же вроде подружка Лео, да? Ребят, я же ничего не перепутала. Давайте посмотрим, где Стивен. Кстати, у Стивена подружка тоже очень симпатичная, Вероника, если я не ошибаюсь. Но я так понимаю, что пока что ее у нас в гостях нет. Кстати, как делишки у нашей малышки? Ну, у нее вроде как все гуд. Что у нас тут очки? Ой-ой-ой-ой, ребят. Надо сейчас попросить нашу Скарлетт, чтобы она здесь поубирала. Поднимаемся наверх, и наверху мы с вами ничего не видим, поэтому давайте возвращаться в игру. Давайте посмотрим, как дела. Так, проверяем. Я ничего не перепутала. Лео, нужно пойти помыться. Давай, пойдем тебя отправим в ванную комнату. Давайте проверим. Значит, он, да, у Лео получается отношение с Наней, а у Стивена отношение с Вероникой. А Вероники здесь нет, нигде нет. Хотя, кстати, сегодня у нас воскресенье, и можно попробовать пригласить ее на свидание. Ну, а Лео должен пойти сейчас помыться. Ну, и затем я думаю, что... Ай-яй-яй, нехорошо подсматривать, нехорошо подсматривать. Кстати, а какой у нас будет ближайший праздник? Давайте посмотрим. Сегодня у нас церемония Старлейт, Блошиный рынок, фестиваль юности. Кстати, в понедельник у малышки будет день рождения. И я думаю, что наша Скарлетт, во-первых, она должна... О, у нее отличное настроение, это не может не радовать. Пойди, пожалуйста, полируй до блеска. Потом мы должны разобрать стиральную машинку, взять белье и убрать. Значит, после этого я бы хотела... А, все, малышка уснула. Мы, наверное, Карлу пока что трогать не будем. Я бы просто хотела, чтобы она позанималась с ребенком. Как дела у Стивена? А Стивен голодный. Вы только посмотрите, какой у него красивый хвост. Ладно. Давайте пособираем пока вот эту одежду, потому что, вы видите, у нас огромное количество здесь одежды. Кстати, у нас есть несколько новых фотографий. Давайте посмотрим. Может быть, я могу их где-то повесить. Ну, вот здесь можно? Не можно. Хорошо. Хай, здесь висит. Смотрите, какая симпатичная парочка. Смотрите, какие они хорошенькие. Вот у нас есть еще несколько фотографий. Так, чья это кровать? Ой, это кровать лево. Мы зачем-то сюда вешаем фотографию. Вот, кровать Стивена. Давайте мы возле его кровати как раз и повесим вот эти... Ну, почему здесь нельзя? Ну, это же не честно. Ладно, давайте мы их где-то, может быть, в другом месте разместим. Здесь тоже нельзя. Да что ж такое? Ну, я не думаю, что Стивен захочет спать. О, с вот этими фотографиями давайте здесь. Значит, у нас будет раз, потом будет два. Ну, и давайте, наверное, это у нас разные, да, фотографии. И вот у нас вот такая вот третья фотография. Кстати, у нас есть вроде бы еще рамочки. Или нет? Или нет? Нет, больше рамочек у нас нет. Возвращаемся к нашей Скарлетт. Хорошая моя, ты же убираешь. Молодец. Поубирай здесь, пожалуйста. Но я бы хотела вообще-то, чтобы Лео сейчас, может быть, провел время с Наней. Может быть, они пообщаются. Может быть, они сходят в парк. Кстати, действия добавить в группу. Давайте мы их отправим погулять. У нас что, погода портится? Ну, не надо, пожалуйста. Давайте мы их отправим играть в воде. Давайте, может быть... О, вот сюда. Смотрите, какая лавочка. Сядьте, пожалуйста, здесь вместе. Смотрите, какая красота. Какая сейчас будет тут романтика. Просто самая романтичная романтика. Стивен сейчас искупается. Может быть, мы его попросим сделать домашнее задание, если он, конечно... Опять у нас домашнее задание куда-то пропало. Давайте посмотрим. Он его вообще сделал, не сделал. Делать домашнее задание. Он должен сейчас сделать домашнее задание. И потом он, конечно же... Артем Батлер. Не-не-не-не-не-не-не. До побачи-не. Я не буду с тобой сейчас общаться. Ты у нас такой, знаешь, парниша, очень странный. Я хочу вот это вот все поубирать сейчас в холодильник. И, наверное, мы попросим Скарлет что-нибудь еще приготовить. Потому что, ну, вы видите, у нас разлетаются вот эти вот все тарелки просто на два счета. Так, яйца. Давайте еще яйца приготовим. Тем более, как вы видите, к нам тут гости приходят. Поэтому, мне кажется, что нужно приготовить еще. И, кстати, давайте проверим... Так, ты не сделал домашнее задание. Давайте проверим Лорен. Лорен сделает хоть дополнительное задание. Ну, а Лиллиан отдыхает. Давайте посмотрим. Так мы ее можем уже разбудить. И, наверное, она тоже сейчас сделает домашнее задание. И, кстати, вот эти вот планшетики нужно подоставать. Потому что, ну, я думаю, что Лиллиан вряд ли понадобится этот планшет. Значит, здесь у нас будет планшет. Еще у нас есть один планшет. И куда я его дену? Я же его здесь не могу разместить? Да, не могу. И здесь не могу. Ладно, полежи тут очки. И у тебя тоже, небось, есть? Нет, у нее планшета нет. Потом мы детишек можем отправить поиграть вот в этом домике. Ну, а я думаю, что так, вы отправились? Давайте посмотрим. Лео, вы уже тут? Ой, ребят, они уже тут. Они уже... Ему надо в туалет. Ему нужно срочно в туалет. Ладно, беги. Я надеюсь, что она подождет. Подожди, пожалуйста, здесь Лео. Я тебя очень прошу. Она, знаете, такая сидит не при делах. Тут такое место красивое. Водичка хлюпает. А, наверное, поэтому ему в туалет и захотелось. Потому что у нас тут фонтаны. Но я должна... Нет. Нет, не уходи, пожалуйста. Ну, не уходи, пожалуйста. Я тебя прошу. Если ты сейчас уйдешь, то я расстроюсь. Ты не могла сделать это предложение не в туалете? Ну, почему он отправился в туалет? Я представляю эту картину, ребят. Пошел Лео в туалет. Ему очень сильно захотелось. Такая Нани подходит к туалету. Эй, Лео! Я хочу сделать следующий шаг в отношении. Он такой там, наверное, просто в шоке. Ну, да. Мы же не против. А, Нани становится девушкой персонажа Лео. Смотрите, какая романтика. Он сразу стал очень уверенным. Все? Давай, выходи быстрее. Ну, куда ты пошла? Ну, вот что это такое? А, теперь он голодный. Не-не-не-не. Стоять. Стоять. Давайте, может быть, мы... Ну, сейчас ее, наверное... Have a magical first kiss in the air. Стоять. Стой. Мы идем целоваться. Стоять. Внимание, внимание. Сейчас будут поцелуи. Сейчас будет романтика. Дама, развернитесь. Ну, раз вы мне предложили стать парой, то я обязана вас поцеловать. О, ребята, смотрите, какая романтика. Полетели, полетели. Это прям очень мило. Ну, все. Мы с вами можем поздравить Лео. У меня аж голос сел от таких чудесных новостей. И сексапильная поза. Видите? Я же говорила, что у них все будет прекрасно. Причем самое интересное, что они познакомились... Ну, грубо говоря, познакомились поближе на выпускном. Она бегала вообще без платья. Но вы видите, какие у нас иногда бывают интересные повороты. Так, возвращаемся к Стивену. Стивена нужно отправить отдыхать, наверное, да? Так, куда-то нас с вами не туда занесло. Давайте мы его отправим наверх. Он должен трошки отдохнуть. И затем он попробует пригласить Веронику на свидание. Кстати, а с Вероникой у него получается... Пока что только дружба. У них прекрасная совместимость. Но, как видите, романтика пока что... Ну, пока что. Дорогая моя, пожалуйста, пойди что-нибудь еще приготовь. Или она уже... Она уже приготовила? Слушайте, как она быстро готовит. Убери, пожалуйста, вот это вот все. Значит, мы с вами должны сделать еще одну стирку. Заниматься стиркой. Положить стиральную машинку. И затем я все-таки бы хотела, чтобы она, конечно, еще поработала с Карлой. Мне кажется, что сегодня она должна провести время с малышкой, поработать, позаниматься. И, пожалуйста, не мешай ребятам делать домашние задания. Мне нравится, что они сели прямо возле посудомойки. Такие, мы же никому не мешаем, правда. Ну, какие проблемы? Возвращаемся к Лео. А у них тут романтика. Ребята, можно вот один question вам задать? Как бы, откуда он взял эту тарелку? Он что, с собой ее притащил? Я представляю, у них тут такая романтика. На ней ему предлагают встречаться. А он такой, почекай, я сейчас хочу достать тарелочку. У меня тут вот такой вот бутербродик с полунычкой. Ты же не против? Я же вот тут вот постою, покушаю, пока ты мне там что-то рассказываешь, какие-то комплименты делаешь. Я тут пожую, ничего страшного. Лоренс сделала домашнее задание. Давайте мы ее отправим в туалет. И я затем хочу... Да, не отправлю я ее в туалет. Итак, мы с вами можем их отправить, чтобы они либо на качельках покатались, либо, может быть, слушайте, давайте мы их отправим поиграть в этом домике. Ну, о чем Бенни? Мы зачем этот домик с вами строили? Чтобы здесь можно было провести время. Возвращаемся к Скарлетт. Скарлетт занимается стиркой. Да, смотрите, собирает. У нас тут так много грязной одежды. Вообще, наверное, знаете, как проще было бы сделать? Взять вот это вот все попродавать. И потом... О, Лиллиан тоже молодец. Значит, Лиллиан у нас проголодалась. Давайте мы ее отправим, наверное, сначала в туалет. Потом она пойдет перекусит яйцами. Ну, и затем она может тоже выйти на улицу и провести там время. Так, возвращаемся к нашей Лорен. Лорен как раз сейчас пойдет к домику, любоваться природой, играть на балконе. И мы сейчас попросим Ларика, чтобы он присоединился. Кстати, давайте посмотрим, когда день рождения у наших ребят. Ну, вообще, в субботу... У кого будет день рождения? В субботу будет у Лорен. Потом в среду у Лиллиан и Аларика. Ну, и потом уже у всех остальных. Кстати, вот-вот будет... Ну, нет, не вот-вот. Не вот-вот, ребят! У нашей Скарлетт день рождения будет, грубо говоря, через две недели. Согласитесь, по-моему, Скарлетт дольше всех является главной героиней в этом проекте. Так, ты уже загрузила стирку? Так, чего ты стоишь? Стирай одежду. И затем мы попросим ее провести время с Карлой. Разбуди ее, пожалуйста. Ну, и потом, кстати, давайте посмотрим. Второй триместр через 21 час. Чудесно! Я думаю, что действительно в этой серии мы, возможно, с вами узнаем, кто же родится у Скарлетт. Так, давайте мы фыркнем в животик. И затем я бы хотела, чтобы она... Дружелюбные действия. Переходим сюда. Занятия. Помочь лежать на животе. Давай-ка ты сейчас позанимайся с малышкой. Ну, а мы с вами переходим к Аларику. О, молодец. Он уже закончил. Ну, не надо перед холодильником. Я тебя очень прошу. Пойди, пожалуйста, тоже поиграй на балконе домика. А вы куда пошли? Ребят, объясните мне, пожалуйста, почему Скарлетт выходит на улицу, чтобы заниматься с малышкой? Вот объясните мне, пожалуйста, почему это нужно делать перед домом? У нас тут достаточно много места. Здесь есть место. Да здесь есть элементарное место. Здесь есть. И здесь, посмотрите, сколько тут места. Нет. Ей нужно перейти вот сюда. Ты не собираешься с ней заниматься? Я тебя очень прошу. Пожалуйста, позанимайся. Мы с вами возвращаемся к Лео. А куда она ушла? Поцеловать? Он хочет ее поцеловать, а она куда-то ушла. Может быть, она в туалет пошла? Ребята? А где Нани? А где она? Навести камеру. Куда? Куда? А, она пошла тоже яйца попробовать. Ну, прекрасно, ребят. Ну, прекрасно. Давайте тогда заменим, потому что 75 миллионов это не так уж много. Значит, возвращаемся к нашей Нани. И я думаю, что говорить про жизнь в браке, мне кажется, трошки рановато. Может быть, попозже. Посплетничайте. Обсудите своих одноклассников. Мне кажется, что они могут сейчас время провести вместе. Так, ты у нас туточки. А где же Аларик? А вот Аларик, как видите, тоже сейчас вер... Подождите, почему все так быстро происходит? Вероника! Ребята, это же Вероника. Вероника Смит в восторге от персонажа по имени Стивен. И хочет стать лучшими друзьями, конечно. А где Вероника? Она что уже... Подождите, она что, уже успела подняться? Серьезно? Ребята, когда она успела сюда зайти? Когда она успела зайти в наш домик? Она такая симпатичная, ребята. Я заглядывала к ней через сказ. И посмотрите, какая она действительно симпатичненькая. Но, кстати, самое интересное, что она, по-моему, живет одна. Привет! Я хочу, чтобы мы стали лучшими друзьями. А он такой... Мне это, наверное, снится. Она ко мне пришла в гости, чтобы предложить стать друзьями. А Вероника такая ручкой будет. Да услышь меня! Я хочу с тобой стать лучшими друзьями. Да-да-да, лучшими друзьями. Все, суперсон, мне он нравится. Я должен потом позвонить Веронике. Молодец! Смотрите, переворачивание на спинку. Благодарю за нажатие моей кнопки. Так, возвращаемся к нашим ребятам. Чем занимается... Почему они все время идут играть с этим домиком? Пойди покачайся. И ты тоже, моя хорошая, пойди покачайся. Не надо играть сейчас с домиком. Чем занимается Аларик? Может быть, он будет прокачивать у нас логику? Кстати, нужно будет посмотреть, как по прокачке у наших ребят. И вообще, что у них по оценкам. Значит, хорошистка, но так себе. У Аларика троечник. Но здесь у него все завершено. Лиллиан тоже троечница. Видите, продуктивность хорошая. Но, кстати, она домашнее задание не закончила. Поэтому давайте мы ее попросим. Все-таки закончить какое избранное. Подождите. Подождите, а почему у меня... Стоп, давайте проверим. 75% готово. Но она не может сделать домашнее задание. Как-то странно. И это ее домашнее задание. Как дела у Стивена с домашним заданием? Тоже надо проверить. Почему у него плохая продуктивность? Я не понимаю. А вот вообще не понимаю. Он же ходит на занятия. У него вообще с этим никаких проблем. Нет, это же не Эдди. А, кстати, между прочим... Что ты собираешься... Дурачиться? Не надо! Так, это что у нас тут за страсти начинается, ребята? Мне это совсем не нравится. Давай-ка ты лучше пойди сделать домашнее задание. У тебя уже есть девушка Нани. Все? Все? Не надо сейчас с Вероникой еще шуры-муры крутить. Потому что, мне кажется, это закончится не очень хорошо. Ты играешь с малышкой? Играй. Значит, я так понимаю, что Вероника решила подождать, когда Стивен проснется. И тогда она вместе с ним отправится на свидание. Кстати, Вероника же не знает, что Стивен Тритон. Вы же представляете, сколько интересного ее будет ждать? Кстати, у нас тут огромное количество почему-то подарков. Кто у нас подоставал вот эти вот все украшения? Я не просила их доставать, поэтому я как-то не понимаю, почему они решили здесь все это повыкладывать. Давайте вернемся к девчонкам. Значит, Лиллиан... Лиллиан... Достигнут рубеж лепет. Кстати, давайте перейдем к нашей Карли, посмотрим, что у нее по рубежам. Значит. Она у нас, кстати, чувствительная. Справление нужды во время кормления. Любит просыпаться, ненавидит быть на ручках. Ну вот, смотрите, видите, она прокачивается. Это очень здорово. Я думаю, что наша Скарлетт с ней сейчас еще позанимается. И затем Стивен предложит Веронике сходить на свидание. Итак, ребята встретились вечером возле ресторанчика. И что-то мне подсказывает, что Стивен очень сильно нервничает. Он, кстати, купил небольшой подарок для Вероники. И я предлагаю сразу же его подарить. Значит, мы с вами переходим в романтику, любовь, вручить романтический подарок. И он ей сейчас подарит розочку за 144 символиона. Ну-ка, давайте посмотрим, примет она этот подарок или нет. Затем они собираются сходить в кинотеатр. А затем, я думаю, что сходят в ресторан. Фух, ей понравилось, ребят. Нет? Она не любит розы. Серьезно? Ты серьезно? Мы так долго выбирали эту розочку. Пересмотрели весь магазин. Ей не понравилось. Ребята, меня это как-то вот-вот прям расстроило. Она ему подарила эту розу? Ребята, это что сейчас было? Ой, здравствуйте, это кто? Это Райли? А это Томас... Томас Гилмор? Так, куда-то нас отбросило. Ребята, Томас Гилмор. Томас Гилмор. Я помню, у нас был какой-то голый красавчик в знаменитость, но... Был ли это Томас Гилмор? А ты чего это на Веронику посмотришь? Слышь, отвернись. Отвернись. Это не твоя девушка, ну отвернись. Сейчас мы тебе морду набьем, если что. Шучу, шуткую. Кстати, а кто это такой действительно? Настоящая звезда Томас Гилмор. Так, ребят, а вот это уже непонятно. Вероника вручает персонажу по имени Стивен подарок вместе с милой запиской. Я люблю ощущение радости, которое ты привносишь в мою жизнь каждый день, каждый час. То есть мы ей подарили розочку и получили ее, получается, назад. Кстати, ребят, вы обратили внимание, что мы ей дарили розу за 23 символиона, а в итоге получили розу за 29 миллионов. Значит, будем считать, что это другая розочка. О, привет, Тедди! Пока, Тедди! Мы отправляемся сейчас в кинотеатр. Я надеюсь, что она согласится пойти с нами посмотреть фильм «Пираты принцессы Кордиля». Это же романтика. Нам нужна романтика, ребят. Нам сейчас срочно нужна романтика, потому что меня, тружки, смущает, что она как-то, знаете, ну не то чтобы не питает какие-то романтические чувства к нашему Стивену, но как-то она странно ведет. Я хочу посмотреть, с кем сюда пришел вот этот вот... Как тебя там зовут, Томас? Мне интересно, с кем он сюда пришел. И, может быть, с ним захочет познакомиться наша Скарлетт. Как думаете? Слушайте, давайте сейчас так и сделаем. Давайте мы отправим сюда Скарлетт. Будем считать, что Скарлетт решила пойти, пройтись по набережной. И мы попробуем сейчас с ним познакомиться. В смысле? Ты кто? София? Ребят! Так это его кто? Я не знаю, кто это его. Будем считать, что это его старшая сестра. Любовь. Сразу попросить обнять. А давайте попросим обнять. Она же у нас неотразимая дамочка. Давайте мы сразу попросим, чтобы он ее обнял. А представляете, если он сейчас ее обнимет. Вот это будет поворот. Вот это будет добрый вечер. Так, приветики, Тэнди. Пока. У нас тут дела. Привет. Я хочу, чтобы ты меня обнял. Обними меня, пожалуйста. Согласился? Серьезно? Я вам говорила, что она у нас просто самодушка. Самодушка. Давай обнимемся. И потом я хочу... Может быть, мы сможем ему как-то представиться. Дружелюбное. Только обнять. Попробовать представиться. О! Обнимашечки, ребята! Обнимашечки с голой знаменитостью. Куда пошел? Куда пошел? Я еще с тобой не закончила. Я еще с тобой не закончила. Ну, класс. Ну, супер. Эм, Тайлум, отойдите, пожалуйста. Мы тут пытаемся пофлиртовать. И, кстати, я обратила внимание, что София вообще не обращает внимания на то, что тут делает наша Скарлик. Поэтому, может быть, она действительно его старшая сестра. Пойдем знакомиться. Томас. Я хочу с тобой... Не хочу, да? Ладно. Давайте попросим автограф. Привет! Я хочу автограф. Я хочу сердечко. Я хочу кушать. И я хочу автограф. Да, я автограф. Ну, пожалуйста. Согласился, ребят. Согласился. Так, как там делишки в кинотеатре? Давайте посмотрим. А, они только добрались до кинотеатра, ребят. Так, мы можем с ним тут еще пофлиртовать, пофоткаться. Пока здесь нет, ребят. Потому что мне не очень хочется, чтобы мы их смущали. Любовь. Давайте еще раз обнимемся. Ну, давай обнимемся. Ну, пожалуйста. Ну, я тебя прошу, давай обнимемся. Давай, 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 давай. Софии вообще плевать. Смотрите. Она смотрит на фотографии, на картинки. То есть, скорее всего, она его сестра. Ну, давайте будем так считать. Смотрите. А, может быть, мы попробуем с ним какую-нибудь романтику? А ну-ка, давай попробуем. Не знаю, как он на это отреагирует, но... Было бы... Слушайте, он с ней обнимается. Это точно неспроста. Ой, она его... Ой-ой-ой. Ребята, она его ущипнула. И им понравилось. Так. А вот София чего-то встала и ушла. Непонятно. Вот прям совсем непонятно, что ей не понравилось. Селфи, кстати, романтические мы не можем сделать. Ну, понятное дело, потому что у них как-то с романтикой не сложилось. Может, еще раз попробуем? Ну, куда ты пошел? То есть, смотрите. Томас сюда пришел. Может быть, на свидание познакомился с девушкой. И, наверное, он просто с ней время хотел провести в ресторане. И тут приходит такая Скарлетт, начинает его за задницу щипать. И я так понимаю, что ей это просто не понравилось. Давай поздороваемся. Ну, пожалуйста, я с тобой готова провести время. Она ушла. Она ушла. Все. Да. Не хочет он что-то проводить с ней время. Ладно, щипать за задницу мы больше его не будем. Давайте попробуем сделать селфи. Ой, а можно... Блин. Я надеялась, что она сможет подсесть. Я очень надеялась, что мы сможем сесть и попробовать этот... Киш со шпинатом и луком. Ребята, это так вкусно. Давайте попробуем. Садись. Скарлетт, садись. Сядь. Нельзя, да? Жалко, но зато твой киш скушать можно. Я смотрю, что этой дамочке вообще плевать, что мы забрали ее киш. Давай попробуем еще раз. Обними меня. Пожалуйста, обними. Я больше не буду щипать тебя за задницу. Ну, разреши мне тебя обнять. О, тут еще и напиток есть. А что это за напиток? Сок со льдом. Ребята, мы съели то, что заказала... Как тебя зовут, София? Мы съели. А почему здесь... Ребята, что с рестораном? Что с этим заведением? Почему ему так нравится с ней обниматься? Почему ему так нравится именно обниматься? То есть больше его ничего не интересует, только обнимашки. Ну, хорошо, давайте еще раз попробуем представиться. Стой! Да не садись ты, не уходи, ну постой. Ребят, по-моему, он издевается над нами. Мы должны сейчас попытаться с ним закрутить шуры-муры. Так, ребят, смотрите. У него есть, получается, сын Роберт. То есть отношений с Аленами, я так понимаю, у него не было. А раз не было, то скоро будут. Куда пошел? Куда пошел, я иду щипать тебя за задницу. Внимание, внимание. Вас сейчас могут случайно ущипнуть. Но обратите на нее внимание. Привет! Привет, я тоже почти знаменитость. Ребят, по-моему, он ее игнорит. По-моему, он ее игнорит. Обниматься мы готовы? Хорошо, давай еще раз обнимемся. Вот давайте проверим. Будет он сейчас с ней обниматься или нет? И сделаем селфи, да? Правильно? Ты же делаешь со мной селфи. Ребята, он все время хочет с ней обниматься. Я не понимаю логики этого Томаса, да? Тебя же Томас зовут. Я не понимаю его логику. Теперь ей нужно в туалет. Отлично. А когда там фильм законч... О, ребята, фильм закончился. И где? А где Вероника? Ребята, а где Вероника? Куда она пропала? А почему она уже здесь? Почему она здесь, я не понимаю? Болтать не надо. Не уходи, пожалуйста. Давайте попробуем, может быть, с ней как-то, ну, любовь, прилюдно признаться. А давайте все-таки попробуем ее, наверное... Нет, приглашать на свидание пока не будем. Может быть, попробовать ее поцеловать? Ну, как бы, свидание же должно хорошо закончиться. Ну, уйди ты с... Уйди ты с дороги, ну что ж такое? Возвращаемся с вами к Скарлетт. Давай еще раз пообнимаемся. Я хочу, чтобы она попыталась с ним познакомиться, потому что я хочу потом с ним закрутить шуры-муры. Давай еще раз. Я не буду тебя щипать за задницу, если ты со мной поздороваешься. Ребята, он не хочет с ней здороваться. Он не хочет, чтобы она с ним заводила отношения. Ну, ты вредная сарделька, все, иди домой. А мы сейчас, наверное, все-таки попросим Стивена, ну, если Вероника с ним поцелуется, все-таки попробуем предложить сходить на свидание, потому что, как вы видите, сейчас у них просто, просто дружеская встреча. Они сходили в кино, и вроде как у Вероники хорошее настроение. Ой, смотрите. Ребята, они поцеловались. А они поцеловались. Поэтому я предлагаю, раз все хорошо, мы с вами можем перейти в романтику, потом можем перейти в любовь и пригласить на свидание. Ну и, как вы понимаете, конечно же, она согласилась пойти на свидание. Давайте мы, наверное, отправим их в ресторан. Все-таки я думаю, что Вероника проголодалась, поэтому давайте закажем стол. А где Скарлетт? А Скарлетт вообще собирается идти домой? Да, она как раз отправляется домой. А ребята сейчас проведут время в ресторанчике. Давайте пойдем закажем столик, пока тут не все занято. И, кстати, заодно мы можем понаблюдать за этим Томасом. А ну-ка, давайте посмотрим, где этот Голопопы. Подождите, я только что видела... Так, София уходит. А где Томас? А это кто такой? Джейсон Смит. Ребята, а может быть это отец Вероники? Она же Смит. И он Смит. А ну-ка, давайте посмотрим. А ну-ка. Слушайте, а знаете, кто это такой? Я поняла. По-моему, это сосед Кайли. Помните, когда наши ребята жили в Ньюкросте? По соседству с ними вроде как жила семейка Смит. И, по-моему, с этим чуваком еще пыталась пофлиртовать Кайли, если я не ошибаюсь. Можно нам столик заказать? Можно? А какой? О, нам столик знаменитости. Это просто прекрасно. Заказ для стола. Давайте посмотрим, что мы с вами можем заказать. Садись, пожалуйста, дорогая. Мы сейчас с вами... Экспресса. Ну, не знаю. Мне кажется, мы можем заказать яблочную шипучку для двоих. И также я предлагаю заказать... Какая овсянка? Давайте, может быть, по лимонному печенью. Вот, прекрасно. И по лимонному печенью. Ну, и сейчас мы можем попросить их поболтать сначала. О, любовь. Обнять выразив восхищение. И затем, давай, может быть, мы просто с ней посплетничаем, обсудим интересы. Ребята, я так понимаю, что Скарли так и не добежала домой. А почему персонаж не может сейчас отправиться? Вы представляете, какая неловкая ситуевина? Я так понимаю, что Скарли придется время здесь еще провести. Только сначала, пожалуйста, дорогая моя, пойди вымой руки, еще раз вымой руки, почисти и почисти зубы. Я хочу, чтобы у Стивена сейчас просто идеально прошло свидание, поэтому мы должны сейчас максимально постараться как-то с ней... Слушайте, а знаете, что меня смущает? Что у них вообще романтика не заполняется. Вообще не заполняется. И меня это смущает. А почему? Ну, попробуй послать ей воздушный поцелуй. А представляете, если ей он не нравится? Понимаете, у них вроде какой-то флирт есть. Да я не тебе слал воздушный поцелуй. А, все пошло. Все, ребят. Она что, прогнала ее? Попробуй позаигрывать. То есть, в принципе, я смотрю, что наконец-то у них вроде бы начинают выстраиваться романтические отношения, потому что до этого я трошки переживала, что, ну, как бы, может быть, он ей не интересен. Вот вообще. Я действительно из-за этого очень сильно переживала и думала, что они не смогут построить отношения. Но тут я смотрю, что у них вроде как складывается все просто идеально. Кто вонючек? А тут нет вонючек. Тут нет вонючек. Тут Скарлетт просто решила пойти трошки потанцевать. Аттрактивность? Стивен got the impression that Veronica finds him unattractive? Ааа, ребята! Так он вроде бы действительно не очень сильно нравится Веронике. Но мы с вами же всегда можем поменять ее впечатление от Стивена, правильно? Поэтому мы с вами сейчас постараемся максимально идеально провести это свидание. Давайте, ах они просто поболтают, обсудят этот ресторан, узнают ее получше. Потом, может быть, еще один поцелуйчик ей отправь. И мне кажется, что в итоге будет все просто восхитительно. Ну, потому что наш Стивен сама бояшка. Занятие, нет, не надо нам. Занятие обсуждай вкус еды. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Потому что, честно говоря, Вероника мне прям, ну, очень сильно нравится. Она действительно очень симпатичная. И мне кажется, что со Стивеном она смотреться будет очень и очень хорошо. На следующий день ребята вернулись домой после школы. И, по-моему, кто-то из них стал отличником. Давайте пробежимся и посмотрим. Значит, Лео. Отличник, ребята! Лео стал отличником. Стивен все еще хорошист. Значит, Лорен хорошистка. А Ларри, к сожалению, троечник. И Лилиан троечница. Ребят, мы можем Лео поздравить! Он стал отличником. А это значит, что он может переехать в новый дом. И знаете, в чем у нас проблемка? У нас проблемка в том, что пришли счета 22 тысячи. И нам нужны деньги. Вы же понимаете, что нам нужно будет срочно где-то заработать денежки. Потому что мы должны выделить Лео. Я думаю, что тысяч 15. Поэтому, ребят, сегодня у нас с вами очень много дел. Во-первых, нужно отметить день рождения малышки Карлы и день рождения Лео. Ну и плюс, понятное дело, что нужно где-то взять деньги. Поэтому я предлагаю сейчас все-таки наших ребят отправить в душ, покушать. Пожалуйста, прими душ. Давайте посмотрим, что у Стивена. А у Стивена не так тоже с гигиеной вроде все в порядке. Пойди сердито покакай и ложись спать. Как дела у Лорен? Лорен, наверное, тоже хай пойдет отдохнуть. Потом посмотрим, как у Аларика. Аларику нужно пойти принять душ. Пойти принять душ по-зверски. И у Лиллиан, ну, тоже проблема с гигиеной. Мы можем ее сюда отправить? Ну, давайте посмотрим, куда мы кого отправили. Так, Стивен, ты у нас отправляешься спать. Давайте мы, наверное, ее вот сюда отправим. Ребята, у нас опять протекают все унитазы. Это просто какой-то кошмар. Нам придется сейчас, скорее всего, разбудить нашу Скарлетт. Я очень надеялась, что она сегодня выспится, отдохнет. И затем приготовит тортик. Но, как вы видите, у нас появилось очень много дел. У нас появились именинники. Именинники. И, конечно, нам нужно и тортик приготовить. Ребятки, нам тут нужно будет еще поубирать. Вы представляете? Мы ничего с вами не успеваем. Это просто какой-то ужас. Так, хороший мой. Я слышу, что где-то что-то протекает. Душ сломался. Да что ж такое, ребятки? Ну, что же это такое? Давайте попросим починить раз. Потом попросим починить унитаз. Ну, нужно с этим всем что-то делать. Чинить. И давайте, наверное, будем будить Скарлетт, ребят. Или нет. Или да. Или нет. Я не знаю, что делать. Нам нужно сделать и букетики. Нам нужно и тортик приготовить. Давайте, наверное, с чего начнем? Давайте, наверное, с букетиков. Так, просыпайся, моя хорошая. Нам нужно сделать как минимум два букетика сейчас. Вот просто самых идеальных. Поэтому давайте возьмем, наверное, розовые орхидеи раз. Она должна сейчас быстренько их сделать и продать. И потом мы, наверное, с вами уже будем делать тортик. Потому что, ну, все-таки Лео должен стать старше сегодня. Он уже на следующий день не отправляется на занятия. Протри, пожалуйста, пол. Помоги мне сейчас, пожалуйста, с этим домом. Потому что он у нас большой. И мне кажется, что я сейчас наверняка что-то упущу. Так, здесь у нас вроде бы все гуд. Тут тоже вроде как все гуд. Проверяем, проверяем. Давайте, может быть, мы сейчас попросим его выбросить мусор. Раз, выбросить. И затем, наверное, он выбросит. И Хай сразу начинает обычную уборку. Ну, и здесь тоже, наверное, нужно... А, просто начать обычную. У нас здесь получается чистый пылесос. Не переживай, ты закончишь с букетиками. И, ребята, нужно, наверное, разбудить Стивена. Он должен посмотреть, что не так с малышкой. А я думаю, что ей хочется, конечно, чтобы ей, наверное, рассказали сказку. И вообще-то надо выбросить вот эту вот бутылочку. Куда нам ее выбросить? Вот сюда выбрасываем. Ты все сделал? Лео, а я что-то не вижу, чтобы ты... По-моему, он решил не начинать обычную уборку. И здесь он, видимо, тоже решил не выбрасывать мусор. Ну, правильно, зачем? Если там такие смоколоки. Зачем это все выбрасывать? Не надо это выбрасывать. Пойдем к Скарлетт. Зак? Ты кто такой? Я не успела даже посмотреть, кто такой Зак. А он уже сбросился. Может быть, он, правда, ошибся. Так, давайте смотреть. Возобнови розовые орхидеи. Хорошая моя, хотя бы один букет продай. Один букет. Может быть, он будет стоить тысяч пятьдесят. И я буду вообще самой счастливой. Но я что-то, конечно, не уверена. О, почти, почти, почти. А что произошло у Стивена? Чего он разъяренный? Со мной не все в порядке. Кстати, свидание закончилось очень даже неплохо. Я очень надеюсь, что у них в итоге действительно все будет хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут со стиркой. Улучшить, почистить фильтр. Давай почисти, пожалуйста. Ты куда пошла? Ты куда? Не трогай тортики. Тебе нужно продавать букетики. О, супер. Значит, добавим запах редкого цветка. И, наверное, выберем вазу. Вазу, вазу, вазу. А какую взять? Давайте розовую. Мы с вами, наверное, попросим добавить ее орхидею. Конечно, орхидею. Давай, отправляйся. И, наверное, попросим ее сразу это все продать. Только переоденься, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что у тебя очень красивый костюмчик, но тебе лучше в чем-то другом, наверное, устраивать эту распродажу. Все? Перфект. Тогда мы с вами делаем хоп. И переходим вот сюда. Значит, посмотреть багаж. Где наша вазочка? Вазочка у нас тут. Шуточки. Отправляем сюда. И давай-ка тогда выложить на стол. И мы должны сейчас устроить эту распродажу. Вы понимаете, что у нас распродажа под дождем будет? У нас просто ужасная погода. Просто отвратительная. Блин, она хочет спать. Понимаете? Она хочет спать. И я не знаю, что нам делать. Вот вообще я не знаю, что нам делать. Я понимаю, что ты голодный. Я сейчас тебе могу предложить... Ну, смотри. У тебя есть лимон. Съешь лимон, пожалуйста. Тебе понравится. А еще можешь заесть горошком. Тебе тоже понравится. Давайте посмотрим, как дела у Стивена. Стивен, Стивен, Стивен. Стивен очень сильно хочет спать. Он решил опрыскать кровать. Это просто чудесно. Ложись, наверное, пока что спадки. Как дела у Аларика? Аларик, ну не лупи. Ну за что? Ну что тебе единорог сделал? Не надо. Не надо. Успокойся. Дыши глубже. Поиграй в куколы. Сейчас к тебе присоединится Лилиан. И все будет хорошо. И все будет просто перфект. Ты, наверное, тоже давай отправляйся отдыхать. Давай-ка отправляйся отдыхать. Значит, ложись спать. Так, стоять. Что-то мы с вами кровати перепутали. Но я думаю, что никто не обидится. Скарлетт. О! Да ладно, к нам сюда решила подойти эта звездная семейка Торн такой думает. А я же с ней когда-то время тут проводил. Или не тут? Ммм, знакомый вроде домик, а вроде бы и не очень. По-моему, мы с ней виделись в каком-то другом районе. Не, букетики она делает, конечно, очень красивые. Я бы подарил своей возлюбленной. Но я помню, как она меня заперла у себя в спальне. Купишь? Купи букетик. Купи букетик, говорю тебе. Купи букетик. Ребята, он же купит букетик у нас, да? Ну, давайте мы попытаемся ему как-то этот букетик предложить. Слушай, ну купи. Я не хочу здесь стоять так долго. Купи букетик. Кстати, обратите внимание, что Торн до сих пор в нее влюблен. А Октавия даже не догадывается. Я понимаю, что ты голодная. Я понимаю. Съешь лимон, говорю тебе. О! Услышала меня. Услышала, обслуживай стол. Давай, давай, давай. Ешь горох и обслуживай стол. Торн какой-то грустный. Знаете, он как будто бы в замешательстве, действительно. Он вспоминает вот эту вот запертую спальню и то, чем они там со Скарлетт занимались. Купи букет. Получишь пакет букет и пакет купи быстрее, скорее букет. Ребята, по-моему, они не собираются ничего покупать. Они пришли просто тут под дождиком постоять. Тревис, стоять, это кто? Ребята, а почему он только что был у нас дома? Это как? Это зачем? Почему он только что был у нас дома? Я такое, честно говоря... О! 21 тысяча! Это бимба, ребята! Наконец-то! У нас есть 42 тысячи, значит. Мы сейчас с вами срочно оплатим счета 22. 22. Джема, здрасте. Давайте тогда попросим ее, наверное, быстренько приготовить тортик. Мы просто не можем сейчас Скарлетт отправить отдыхать, потому что вот-вот 22 тысячи. Вот-вот станет старше Карла. Поэтому давайте тортик полунычку. И, кстати, что вот это вот за куски тортиков убираем? Все это мы с вами убираем. И затем Лео станет старше. И, как вы понимаете, Лео переедет, ребят. И переедет, я думаю, что он вместе со своей возлюбленной. Нужно разбудить Стивена. Давай посмотрим, что не так с малышкой. Малышка проголодалась. Стивен, пожалуйста. Я тебя очень прошу, покорми из бутылочки. Я тебя прям очень-очень прошу, пожалуйста, помоги нам. Помоги! Я очень рада, что у нас купили букетик. Я подумаю, сколько денег мы выделим. А что у нас тут за тусовка? Что вы тут делаете? Макс? А это у нас Джемма. И чего вы пришли? Уже все. А, распродажа же у нас как бы еще идет. Не, все. Букетик уже купили. Самый красивый розовый-розовый букетик уже купили. Все. Вам придется искать букетики в каком-то другом месте. Значит, я думаю, что наши ребята переедут. И, учитывая, что... Что-что. Что Нани у нас, по-моему, живет на островах. Мне кажется, что они бы могли... Подождите. Стоп, я все перепутала. Кто у нас стал старше? Значит, Лео стал старше. А, фух. А я смотрю, у него Вероника первая. Я думаю, как это так? Нани у нас живет, по-моему, на островах. И мне кажется, что можно переехать или же на острова Сулани. Либо можно в какой-то другой городок встать. А чего это им переезжать на острова Сулани? Мне кажется, что можно посмотреть какое-то еще интересное местечко. Так, эту тарелку мы выбрасываем. Все, тортик готов. Мы с вами здесь размещаем тортик. Значит, разворачиваем. И нужно разбудить Лео. Лео стал отличником. Просыпаемся. Он должен добавить сейчас свечки. Добавить свечи. И затем мы должны Карлу... В смысле, Лео с трудом может вспомнить последнее проявление романтических. Вы что, серьезно? Я понимаю, что ты хочешь спать. Но тебе надо посидеть. Трошки, посиди и все, и пойдешь отдыхать. Я тебя очень прошу, хорошая моя. А ей, по-моему, еще в туалет, да, нужно? Давайте посмотрим. Да, ей нужно в туалет. Давайте мы ее пока что отправим в туалет. Давай, отправляйся. Ну, а Лео сейчас должен загадать желание. Кстати, а он может сделать персонажа старше, помочь задуть свечи? Да, он может помочь Карле. Но сначала он у нас сам должен загадать желание. Ну, чего ты психуш, не психуй. Раз, два, три, четыре, пять. Желание нужно загадать. Ну-ка. И не получилось. Как-то грустно. А вот теперь получилось. И главное, чтобы сейчас никто кусок тортика не схватил. Мы сейчас должны попросить Скарлет, чтобы она... Давайте вот сюда перейдем. Добавить свечи. И она должна помочь, конечно же, малышке загадать тоже желание. Так, а где наш Лео? Ну, почему нужно взрослеть здесь в кустах? Он становится старше. Кстати, он у нас Sweet Talker. Также он у нас Handy. И еще он активный. Слушайте, а давайте для него выберем жизненную цель. Жизненная цель. Спорт. Давайте выберем спорт. Почетный выпускник. Он закончился отличием. Ну, кто бы сомневался. Так, хорошая моя. Ты куда пошла? Не надо. Давай-ка ты, пожалуйста, добавь свечи. Джинджер отправила подарок. Это очень приятно. Это прям очень и очень приятно. Все. Теперь мы с вами что делаем? Помочь задуть свечи Карли. Сегодня же день рождения у Карлы, правильно? Да. Значит, мы должны помочь ей задуть свечи. Лео, ты уже должен тогда собираться. Ты вот-вот переедешь. Я думаю, что мы выделим ему 20 тысяч, ребят. Раз он будет жить вместе со своей возлюбленной, то мне кажется, на домик нужно потратить 20 тысяч. Ну, мне кажется, это будет прям честно. Поэтому, ребят, задувай свечки. Это было очень забавно. Ну-ка, окончание школы. Ваш персонаж окончил старшую школу. Карла взрослеет. Она получает дополнительную черту характера. Как интересно. Ну-ка, ребят, давайте случайные. И она у нас прилипчивая. У нас... Ребята, какая крутая прическа. Я не буду ее менять. Я не буду менять эту прическу. Мне она так нравится. Все. Мы оставляем эту прическу. Ну, а Лео вместе со своей возлюбленной переезжает в новый дом. Ну что, ребят, Лео и Нани переехали. Я выбрала для них Уази Спрингс. Я решила купить вот такой домик. Дружки, его переделайте. Сейчас мы с вами отправимся на экскурсион. И посмотрим, где же они теперь будут жить. Итак, мы с вами заходим и попадаем в небольшую гостиную, тире столовую, тире кухню. Этот домик стоил где-то примерно 11 тысяч симолеонов. И на мебель ребята потратили еще 9 тысяч. Здесь у нас ванная комната. Ну, а здесь небольшая спальня. Да, домик действительно не очень большой. Но я думаю, что со временем, может быть, ребята добавят еще второй этаж. А может быть, трошки расширятся. Но я думаю, что на первое время им такой домик подойдет. Ну что, друзья мои. Я думаю, что мы с вами узнаем, кто родится у Скарлетт уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok